всем привет друзья меня зовут андрей добро пожаловать в новую рубрику на нашем канале и она стартует с интересного выпуска об известном иллюзионисте дэвиде блэйне который исполнил первый трюк за 10 лет он поднялся на высоту 7000 метров на воздушных шарах и перед тем как мы начнем друзья я бы хотел вас попросить обязательно подписаться на канал если вы не подписались показать максимальную активность в комментариях поделиться этим выпуском с друзьями и обязательно поставить лайк это новое направление для нас поэтому нужна максимальная поддержка каждого ну что ж не будем затягивать приветствием я желаю вам приятного просмотра усаживайтесь поудобнее давайте начинать американский иллюзионист дэвид блэйн исполнил первый трюк за 10 лет трюк называется вознесение прямом эфире блэйн поднялся в воздух на связке наполненных гелием шаров перед стартом иллюзионист рассказал почему вообще захотел поучаствовать в вознесении после рождения дочери дессы он решил что больше не будет заниматься страшными трюками но по его мнению вознесение не про страх а про красоту это своего рода исполнение детской мечты подняться в небо на воздушных шарах трюк в течение 10 лет готовили каскадеры и эксперты по полетам погоде и скайдайвингу при этом сам блэйн ради вознесения около 500 раз прыгнул с парашютом то есть теперь он считается профессиональным парашютистом и он получил специальную лицензию по управлению воздушным шаром кроме того иллюзионист прошел тренировки по дыханию при низком уровне кислорода блэйну очень хотелось чтобы со стороны все выглядело так будто он просто схватился за веревку воздушных шаров и полетел подобные эксперименты уже имели место в прошлом но в качестве летательного аппарата использовались специальные шары увеличенного объема они обычные воздушные шарики при теоретическом расчете необходимого количества гелия были получены интересные результаты вес блэйна составляет около 80 килограмм для того чтобы просто подняться в воздух ему потребуется держать в руках связку из шести с половиной тысяч стандартных гелиевых шаров таким образом необходимо около 74 тысяч литров гелия такой объем газа равен объему большой комнаты но эти факты не пугает отважного покорителя воздушных просторов для того чтобы удержать в руках столь внушительную связку гелиевых шаров уже разработана специальная система сеток если все пройдет удачно перелет человека на столь большое расстояние на маленьких воздушных шариках станет первым в истории и как я сказал необычная задумка блэйна уже не первая попытка совершить подобный полет 40 лет назад лари волтерс поднялся воздух сидя в кресле к которому было привязано множество шаров наполненных гелием волтерсу удалось подняться на 5 километров но у него начались серьезные трудности когда он попытался замедлить свой взлет в результате он провел 14 часов в чудовищном холоде на большой высоте пока его кресло не отнесло воздушными течениями к аэропорту лос-анджелеса чтобы прикинуть что предстоит проделать блэйну достаточно взглянуть на расчеты программы омникалкулейтер дэвид заявил что намерен лететь на высоте двух метров как будто не было сейчас блэйн совершает испытательные полеты на высоте сильно превышающие заявленные два метра в пустыне аризоны во время полета который длился примерно один час блэйн постоянно переговаривался со своей командой и дочерью поднявшись на высоту он отстегнулся от связки воздушных шаров раскрыл парашют и благополучно на нем приземлился по моему очень интересная история не правда ли поддержите ее лайком друзья обязательно подпишитесь на канал напишите свое мнение в комментариях как вам первый выпуск данной рубрики и чтобы вы хотели увидеть в дальнейшем обязательно делитесь этим выпуском с друзьями и обязательно подписывайтесь на все наши полезные каналы telegram instagram и tick tock все ссылки будут в описании ну а я буду с вами прощаться друзья спасибо большое за просмотр я желаю вам успехов и отличного настроения до новых встреч удачи а и Субтитры создавал DimaTorzok